Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуй, и ты, Александр. Здравствуйте, Дмитрий. Да, мы притворимся, что мы два часа не пытались настроить микрофон и всё остальное. Отвратный звук — это уже из игры? Это уже из игры, к сожалению. A Castleworks Gameware Production. Как думаешь, что это может быть за игра? Видимо, Red Hell. Да, это... Блин, как убого сделано вот это вот наезжание одного теста на другой. Это только подожди, друг мой. Сейчас будет ещё убожественней. Так, нас не посадят вот после этого ролика? Я тебе сейчас скажу, значит, на самом деле это забавный такой пример, когда для разных регионов делали разные игры с разным антуражем. То есть изначально эта игра называлась «Кронополь», и это какой-то там ещё подзаголовок. И там было про злых нацистов, которые всех забороли. А для Германии, поскольку там с нацизмом не очень тогда, с изображением нацизма, ну, знаешь, как в «Ульфенштайн 3D», там свастики нельзя было рисовать. Да, до сих пор нельзя. По-моему, в «Ульфенштайн» вот недавно разблокировали. Но не суть важна. И, получается, сделали для Германии и для некоторых других европейских стран сюжет, что это не нацисты, а, короче, злобные совки. А, понятно. Короче, злобные совки сбросили первую атомную бомбу. Сначала сбросили на немцев, забороли, а потом сбросили в Бостон, после чего Рузвельт резко сдался. Ну вот, видишь, нам показывают коротенькую нарезочку о том, что к 2010 году уже жёсткий голод пошёл в мире, потому что, ну, тупые коммуняки со своим планированием, в эту дурацкую экономику плановое говно полное. 2018 год уже приближаемся к нашему времени. Осуждаю, если что. Да нет, ну что ты, что ты. Давай сразу это, я, типа, буду либерастом, короче, в нашей адыбатником. Примем, как бы, политический расклад. Вот, и наступил 2020 год, мрачное будущее. Тут в оригинале свастики висели как раз на Капитолии. Короче, засрали природу, сраные совки. У них, видишь, меч, это такой чисто арийский, но при этом с серпом и молотом. Вот, в общем, нас зовут товарищ Константин, Марк Константин. Фамилия Константин, да? Да, фамилия Константин. Прям как Джон Константин. Да, да, но в оригинале его звали Марк Хоффман. Гоффман, то есть, ну, это было даже, наверное... Квест, да? Более уместно. Да, это квест! Звук был, как будто вирус нашел, антивирусник. Ну, практически, как свинья хрюкнула в Варкрафте, да. Я тебе сейчас продемонстрирую чудо-интерфейс вообще этой компании. Компания, сразу скажу, не сделала ни до, ни после ничего. Удивительно, да? Да. Вот, какие-то лондонцы. Почему-то дизайнером игры значится Джон Хэнсон. Я надеюсь, что это тезка сына Джима Хэнсона, изобретателя маппетов. Но Моби Геймс мне заявил, что якобы он участвовал в озвучке маппетов, но, по-моему, это все же пи***ш какой-то. Чисто сомневаюсь, что человек, который сделал маппетов, сделает, короче, квест про альтернативную историю про нациков, короче. И там включится НАДО, НАДО, это типа под НАСО, что ли? НАДО, это как НАТО, только North American Democratic Alliance. Это то, что совки, короче, образовали на месте бывших США. Вот, тут у нас есть специальный свой пип-бой, как в Фоллауте. Такой планшет, ну, это же типа будущее, ху** моё. Игра, кстати, 93-го года, поэтому видение будущего у них тоже весьма специфическое. И тут в нём есть всякая историческая такая справочка, да, типа, что было в этом году, что было в этом году. Это далеко не «Человек в высоком замке» Филиппа Дика, даже не сериал «Человек в высоком замке», поэтому альтернативная история тут такая на отвалит сделана, короче. А зачем? Главное же геймплей в играх. Да, главное геймплей. С геймплеем-то тоже всё хорошо. Ещё хуже. То есть, понимаешь, учитывая то, что они тупо переделали, перерисовали нациков подсоветы, да, то есть, ну, показывает степень проработки сюжета. Но, тем не менее, они даже... Тут есть озвучка, ёпте, и они таки потрудились даже переозвучить, ну, с разными фамилиями адаптированными, и с разными, соответственно, там, где нацист, тут совьест. То есть, это были бы вот нацисты на Луне, как выраженные. Юрий Гайдар. Юрий Гайдар, да. Тут интересно поменяли всё местами. Гагарин служит в каком-то банке, как вместе с Гагарином-то летел второй, недавно помер, Леонов, или как его звали? Нет, Леонов в открытый космос выходил. Ну, Леонов. Гагарин летал один. Не-не-не, в смысле, вместе с ним летал вместе, но не первым это. По-моему, Леонов звали. Он ещё был председателем Альфа-банка правления. Второй какой-то там космонавт известный у нас был. Вот этот был, подожди, Леона, ой, этот, Гагарин. И потом... Кто должен был основным-то быть? Не Гагарин же было основным. Не помню. Ну, суть в том, что был Леонов, помнишь, такой? Ну, этого-то помню. И он был председателем правления Альфа-банка и вечно любил такой, типа... А, вот тут рассказывают, что, типа, премьер-министр Ельцин и президент Горбачёв уже хорошо. В общем, устроили приватизацию, но поскольку в Ахра, короче, эти милитаристские ублюдки ничего не позволили военного приватизировать, то всё равно всё катится по пи***е, а могла бы быть хорошая демократическая страна, вот как у нас сейчас. Да-да-да, я вижу, там «Космокар» было слово. «Космокар» на основе «Лады» собран «Космокар». Это вот такая приблуда слева на экране, кто-то видишь, миленького цвета такого. Прямо бегущий по лезвию. Да, то есть много чего придумали. Этот пип-бой стоит, как мы выяснили, 10 тысяч советских рублей. Непонятно, сколько это по местному курсу. В общем, такое как бы для антуража какой-то есть, но вычитывать всё это в этом говне, конечно, проблематично. Да ещё и без перевода. Да. Так вот, я тебе вкратце расскажу. Получается, на Луну первым почему-то сел Юрий Гайдар. Видимо, наверное, потомок того самого Гайдара. Аркадия. И, видимо, предшественник того самого Гайдара, который развалился к ху**ам своей шоковой экономикой. Вот, видишь, successor to the Lada. Так что сразу из Lada сделали космокар. Ну, в принципе, нормально. А получается, Гагарин нам отправляет сообщение о том, что нам кредитную линию, значит, не одобрили под нужный нам процент, только под 50%. Хороший кредит такой. Да, неплохой. Ну, как они себе там представляют, что в Советском Союзе как работали суда и кредиты. Кредиты, да. В коммунистической стране. Да. Ну, как бы суда же были, но немножко беспроцентные. Но это неважно. Эти штуки, вот, есть еще дополнительный раздел для детишек, типа, что вот это за технология такая, да. И она описывает принцип работы девайса, который нам понадобится для прохождения. Извини, перебью, кто был еще в космической этой команде миссии, это был Герман Титов. Титов, да. Вот такого я вспомнил. Ну, вот, я, короче, имел в виду того, который был в Альфа-банке, по-моему, Леонов. Вот. Тут, значит, про компакт-диски рассказывают. Компакт-диски у нас тоже появятся еще. Можно посмотреть прогнозы погоды по Североамериканскому демократическому альянсу. Погода везде говно, потому что экология засрана. Ветры 400 километров в секун... О, в час, господи. Без респиратора не выходить. Там, значит, без... Фоллаут классический. Да, без защиты от солнца не выходить. Ну, если на Бостон сбросили ядреную бомбу, что вы хотите, да, как бы. Что интересно, подается все... Все поменяли, что типа нацисты совета, но при этом ядерную бомбу подается здесь, что изобрел некий Рейнхард Шмидт. То есть никто фамилии менять не стал, но ему придумали такой бэкграунд, что он якобы был немецким чуваком, а потом перебежчиком стал. После того, как его брат погиб под Сталинградом, он что-то, короче, уверовал в хуйную мощь Советского Союза, стал перебежчиком и якобы вот изобрел ядреную бомбу. Но, как мы выясним впоследствии по сюжету, спойлеры! Это не совсем так. Тут будут путешествия во времени, между прочим. Так что я... Прямо какая-то вот редалерта получается, ближе. Смесь редалерта, Вульфенштайна, того же Филиппа Киндерда Дика, Человека в Высоком Замке, тоже альтернативная история про победивших нацистов. А вот я видел, там Леонид Гагарин был. Да, Леонид Гагарин вот нам сейчас сообщает, что, короче, кредит там не одобрили. Ну, 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 блядь. Ну, блядь. А вообще, что мы делаем? Нас зовут, да, Марк Константин. Мы являемся директором компании Envirotech, которая изобрела мегабактерии, поедающие там какие-то там радиоактивные отходы, грубо говоря. За это получили пару лет назад награду, и нас вызвали к первому секретарю местного обкома по фамилии Логинов. Не Логвинов. Слава тебе, Господи. Но тоже, я полагаю, довольно жирный. Что ж так об Антошке-то плохо? И об Антошке только хорошее, как о покойниках. Один из лучших игровых журналистов. Лучший, самый заметный, я бы так сказал. Джим Стерлинг отечественный, только пока еще без парика. Он почти такой же по габаритам, как я. Ну да. Близко. Я уже близок к идеалу. Ты близок к нему, да. Скоро еще неизвестно, кто к кому близок будет. Вот. В общем, трусливый Рузвельт взмолился о пощаде. Вот это вот все бэкграунд, что когда сбросили на них ядреную бомбу. Вообще, очень странная конструкция этого пипбоя. Вот это тот самый Рейнхард Шмидт. Он же главный антагонист в игре. Классический ариис. Да. Хотя главный антагонист на самом деле в игре это ебанский интерфейс. А пока мне нравятся эти. А что, мне шлифт нравится. Да. Пока что мы просто еще ничего не начали делать. Я тебе объясню, в чем проблема игры. По сравнению с которой Сатурновские поделки и вот Девять Принцев Амбера с ее корявостью покажутся просто детскими шалостями. Кстати, тебя очень пронесло хорошо, потому что мы могли проходить Шерлок Холмс Возвращение Мориарти, которое хоть и не написано, что это делали Сатурн Плюс, а какая-то там левая компашка, но судя по рисовке и общему качеству, блять, вот чувствую, узнаю, Воронежская. Ничего страшного, я сейчас прохожу Шерлок Холмс Девилс Доттер. Ахиеный у меня английский, да? Девилс Доттер. Это, которые хохлы делали? Фрагуэрс? Да, да. Ну, слушай, это по сравнению с тем просто голливудский блокбастер Джеймс Кэмерон, можно сказать. Здесь вот в пип-бое местном пим называется, пим-боем, давай, пим-бол, вот, короче, в нем практически все, что связано с экспозицией и то, что понадобится по сюжету дальше. Очень удобно. В том числе тут есть, что интересно, специальный раздел якобы рекламы, спама, который на самом деле является зашифрованными сообщениями. Мы, наш герой, он типа сопротивление. Я не могу не обратить внимания, извини, перебью вот на иконки, которые снизу, которые стилистически вообще не подходят к тому, что на экране. Это ничего страшного, сейчас увидишь еще диалоги. О, красота. Витал? И Джек Джеймисон? Почти Джон Джеймисон. Джек Джеймисон, почти Джена Джеймсон. Да, в общем, Джек Джеймисон это приятель нашего сына. И он такой говорит, да-да-да, экспозиция, экспозиция. Кстати, как там ваш бродяга-сын? Беспутный, шаловливый сынок. Ну, ты же знаешь, Филипп, распиздляем, распиздляем. Занимается археологическими раскопками, а может, какую бабу себе нашел. Но суть в том, что наш сын Филипп будет ключевой фигурой сюжета. Чувак справа, извини, опять же, перебью. Такое ощущение, что прямо сейчас собирается на операцию буря в пустыне. Да-да-да, в пустыне собрался. Но дело в том, что видишь, тут экология засрана, а он как пилот, он типа защищен от, видимо, пылевых бурей, не знаю, от чего-то. Видишь, вот специальный экран вот закрывает этот ангар, да? Таракашки побежали. Не знаю, заметил ты или нет. Нет. Giant cockroaches! Наш герой полагает, что это решение проблем с загрязнением, таким образом, что тараканы жрут всякую гадость. И это, кстати, окажется чистой правдой. В общем, тут висят два предмета на стене. Тряпка и ключ, без которых мы не сможем потом пройти игру. Вообще. То есть вот так вот, да, с самого начала? то есть вот так. Если мы не возьмем эту тряпку, то мы не пройдем дальше. Причем в середине игры она понадобится. Ключ тоже понадобится далеко не сразу. Но чуть раньше. Как я люблю такие квесты. О-о-о-о! Ты просто еще не видишь, что сейчас происходит, на самом деле. Какое количество действий я сейчас выполняю, сколько раз я щелкаю мышкой. Дело в том, что... Для того, чтобы с чем-то взаимодействовать, нужно подойти к этому предмету. Во-первых. То есть ты не можешь на расстоянии от него как-то возиться, чтобы герой сам подошел. Тебе нужно подойти самому. Все, я понял. Ножками. Подошел. А проблема в том, что он ходит на 90 градусов. Бюст Владимира Ленина, ну, похож то ли на Дзержинского, то ли... На Троцкого. На Троцкого, то ли на Калинина, не знаю. Ну, вот что-то среднее между ними всеми. Ну, это, знаешь, как в разных советских республиках Ленина по-разному изображали. В Монголии с монгольскими чертами. Даже в Китае там свой Ленин был. Вот. Видишь, что происходит? Перспектива. Перспектива замечательная. При этом каждый раз, когда мы приближаемся на передний план, Досбокс начинает безбожно тормозить, потому что тут такой спрайтч-то. Для 93-го года тяжело. Приглядываемся, видим монетку. Некий... Четвертак? Не знаю. 25. Были ли советские четвертаки? 25 копеек? Были. Прямо в виде одной монетки, да? Ой, если я правильно помню, то да. Ну, вот. Но я могу загуглить. Ну, суть... Давай в другой раз. Я думаю, это не столь принципиально в альтернативной истории. Нет, это важно. Потому что это были четвертак Рейхсмарки изначально. Значит, у нас здесь специальная консоль, в которую мы опять же вставляем наш временный пропуск и сейчас пообщаемся с секретарем. Монеты не было, была бумажка. А, не, выпускали еще памятные монеты. Тут проверка на... Извини, перебью. Проверка на копирайт. То есть, нужно было... Была специальная приблуда с игрой поставлялась, которую нужно было нажать в нужном порядке вот эти символы. Прикольная, кстати. Да, но поскольку у нас игра немножечко... Крякнутая. Вот, то... Любая комбинация, да? Да, любая комбинация работает. Просто, понимаешь, я нашел ее на одном из своих сборников, там, старого говна всякого. Я не мог пройти мимо игры с названием Red Hell. Просто, ну, как это возможно вообще? Ну, вот. То есть, нам говорят, в общем, проходите, комрад Константин, в лифт еще один, на уровень F. Я тебе сейчас, по-моему, продемонстрирую возможность умереть в этой игре. Если мы не F выберем, а любой другой этаж пару раз, вот разик, другое, все, по уровню не положено, надпись нам говорит, что вы слишком много проебались и пропустили встречу с секретарем Логиновым. Логиновым. Самое смешное, что секретаря Логинова на месте нет. То есть, какую встречу ты с ним мог пропустить, непонятно. А, то есть, мы опять насладимся этим диалогом? Нет, я много сохраненочек подготовил. Но, тем не менее, конечно, без проебов с моей стороны не обошлось. Сейчас, походу, пьесы будет понятна. Сейчас мы просто насладимся тем, как я буду долго и печально идти до лифта. Очень, очень неповоротливый герой. К сожалению, стрелками клавиатуры можно управлять только в одном моменте игры, тогда, когда это максимально неудобно. Все остальное время мы управляем мышкой и переключаем действие правой кнопкой мышки. А при этом, я смотрю, здесь активные объекты не подсвечиваются никак. Классно, да? Ну, надо же было как-то растягивать геймплей. Да, потому что он, вот даже с учетом всей этой уебенности. Помните The Zeppelin? Я все думал, что это The Zeppelin после прохождения только понял. Сейчас мы подберем этот The Zeppelin. Я тебе сейчас продемонстрирую. Первым делом, конечно, идем в толкан перед встречей с начальником, а отлить как бы, а ну, нервная же... А, здесь ты уже не опаздываешь, да? А если я ломанусь, кстати, вот в женский туалет, меня тоже того пару раз. И либо в правую дверь, куда мне нельзя. Оскар и Феликс сидят в толчках. Видимо, это какой-то комический дуэт силовиков, которые подслушивают всячески. Тут у нас есть писсуар, можно посыкать, но теперь нам захотелось помыть руки. Тут лежат перчатки резиновые. Вот это. Они не нужны. Вообще ни зачем. Ну, чтобы было. Да, а еще тут есть гондоны. Советские гондоны. Их гондоны вот такие. Наши, о, надуваются. А, вот я зачем 25 этих рублей. и они называются, обрати внимание, цепелин, дирижабль. Причем, что самое смешное, цепелин, это немецкое как бы слово. И, судя по всему, забыли локализовать как-нибудь, да? И мы подбираем гондон. И этот гондон нужен для самого конца, в самом конце игры. Он понадобится, он нас спасет. Понимаешь? Это ключевой предмет. То есть, если ты его не берешь, то ты технически можешь пройти. Я имею в виду смысла технически дальше уйти сможешь. До самого конца ты сможешь дойти, и в самой последней сцене предпоследний пазл ты не сможешь решить. А вернуться можно? Нет. Нормально. Да. Секретаря Логинова нет на... Логинова. Это у меня дефект какой-то, видимо, проявляется. Нет на месте, поэтому мы обходим. Меняется ракурс на полностью противоположный. 90 градусов. Смотрим на его стол. Вот нам оставили диск. Тот самый CD, который мы можем... Обрати внимание на эту комбинацию. RBGYBY. Ну, RBG это я вижу. Да, по цвету, да? RBG, желтый, синий, желтый. Только он не синий. Ну, блю. Но он фиолетовый. Ну, мы понимаем, да. То есть... Он нам понадобится потом. Если мы не записали его сейчас, то... Упс, упси-дайзи. Все пи***о. Пришел факс на имя Логинова, и мы видим, что... Причем стилистически чисто вот видно, что не Союз сделал. Да, шрифт-то такой видно, да? Да, да, да. И Орел там вот на этом, на ножички для вскрывания писем. Мы хотели взять факс, в котором было написано, что наш сын Филипп опасный диссидент, и надо его того этого. Ай-яй-яй. Да. Но мы не успели подобрать факс, секретарша нас опередила, сказала, что... Пи***йте нахуй. У него там срочная встреча. На встрече с доктором Молотовым. Доктор Егор Молотов, он тоже очень эксцентричный мужчина. Сейчас мы с ним встретимся. Мы с ним конкуренты, потому что мы по-разному видим вопросы решения экологических проблем. Вот. Ну, в общем, говорим про то, что много драканов. Интересно, сколько здесь аудиодорежка занимает от веса игры? Судя по качеству, не так много, как могла бы. Так вот. Но для 93-го года и то неплохо, я тебе могу сказать. Сейчас мы отправляемся назад. Мы узнали, что нашего сына, как бы, да, того-этого. То есть, если бы мы этого не узнали, по сути, и квест это не было бы. Такой прямо... Как это мы... На случайностях чисто действуем. Отправляемся обратно в лобби, и там мы наткнемся на доктора Егора Молотова. Он тебе понравится. Это карта, которая... Временный пропуск. Забираем карту, чтобы выйти с этой локации. Доктор Молотов, я не ожидал, чтобы вы сегодняшли. Комрад Константин! Комрад Константин! Хо-хо-хо-хо! Комрад Константин! Комрад Константин!